Мы сейчас в супермаркете с Норой. Смотрите, какие у нас футболки появились. На футболке написано Салтовка. 1654, Харьков. Это уже такое стало, видите, брендом. Тут еще есть просто наш... Это герб Харькова. Футболочки с гербом. Ну, в общем, разные. Я там не буду ковыряться. Но Салтовка я вижу первый раз в жизни. Вот это шоколадка. Сколько же она весит? Ой, не могу ее держать, чтобы вы понимали одной рукой. Килограмм-сто грамм. Понимаете? Размеры этой шоколадки у меня чуть не вырвалась она из руки. Это так уже пришел, наелся, так наелся. Мы на какую идем площадку, Амиран? Наш парк. Наш парк? Да. Это на набережную? На набережную. Хорошо. Не холодно? Нет. Нет. Сейчас только, мне кажется, такая погода, что можно было и шапочку одеть. Люденькую. Но у нас шапочки все дома остались. Как? Ну вот так. Как? Вот так. Давай руку. Давай, по дорогу. Давай, давай, давай. Что там? Там. М? Пауки. Пауки там живут. Да, это такие кусты. Я уже их показывала своим зрителям. Там живут пауки. Кто-то мне еще написал, что это ведьмин куст. Да, не пошутили. Идем. Это просто империя пауков. Царство пауков. Где? В кустах, да? Пауки. Да. Там. Там пауки живут. Да. Да? Снег. Да. Снег. А мне кажется, сейчас такой ливень ливанет. Да. Небо затягивается? Да вот так. Я зонтик взяла, но... Оба у нас с тобой промокнет. А у тебя только выстиранные кроссовочки. Что такое? Что происходит? Пошли вот так вот по той стороне. Ры, ты так хочешь? Ну, почти так. Пошли, пошли. Пошли. Да, там собачка, да? Хаски красивая. Да? Красивая хаски. Ой, я так люблю гулять, когда такая погода, объясню почему. На детской площадке, скорее всего, вообще не будет детей. Ну, хорошо, когда 2, 3, 5 детей. Тогда идеально. Есть с кем пообщаться. И нету вот этого перенагрузки на площадку. Детей нет. Детей нет? Ну, кто-то сейчас придет, не переживай. Кто-то по-любому нужен, да? С кем-то нужно дружить, общаться. Там, я вижу мальчика с мамой. Один есть, уже хорошо. Нет, все мальчики. Тебе все нужны мальчики? Да. Все, всего города? Да. Чтобы все пришли на площадку. Ты со всеми гулял? Да. Сейчас опять все скажут. Ты что за него полностью отвечаешь и рассказываешь? Ребят, ну это тоже нужно. Нужно проговаривать все слова. Чтобы ребенок быстрее заговорил. Нужно все, постоянно проговаривать все, что видишь. Ну, естественно, я ему тоже даю говорить. Друзья, я надеюсь, все поймут. Просто знаете, вот я когда снимаю видео, не все понимают, в чем суть. Не все понимают, что я хотела донести. Ну, я так уверена практически, что все здравомыслящие понимают, что я хочу сказать. Понимают, о чем, что касаемо седых волос. Я думаю, все прекрасно понимаете, что на вот эти вот выпады людей, которые про это пишут, я просто решила на эту тему пошутить и показать, что в действительности это мои волосы, мой натуральный цвет волос. Но дело даже не в этом. Все равно рано или поздно сидеют все. Все люди сталкиваются с сединой, и поэтому действительно от этого никуда не избежать. И какая вообще разница, было бы это последнее горе. То, что сейчас происходит в мире, больше всего меня заботит это. Очень больно смотреть на происходящее, на происходящее в моей стране, на смерти людей, на людей, которые потеряли дома, на людей, которые потеряли, в принципе... Я очень надеюсь на ваше понимание, чтобы я сейчас не говорила те слова, которые повлекут за собой кучу негативных комментариев. Я уверена, что когда говоришь какие-то слова, а в принципе эти слова являются правдой сегодняшних дней, то начинают всплывать боты. Я не знаю, как это происходит. Мне кажется, что боты появляются в комментариях, когда сказаны в видео определенные... Это, наверное, действительно возможно вычислить компьютерной программой. Ты говоришь определенные слова, проговариваешь, и начинается. Поэтому я уже стараюсь фильтровать то, что я говорю, чтобы не сказать тех слов, чтобы не было ботов, либо идиотов в комментариях. Надеюсь на ваши здравомыслия. Дело же вообще не в этом. Дело сейчас у людей стоит. Кто прожил здесь, вы поймите. Я прожила в Харькове, не выезжая никуда ни на один день. Я всю свою жизнь здесь прожила. Я харьковчанка в пятом поколении, об этом все время говорю. Но что касаемо с 24 февраля 2022 года, мы никуда не выезжали. Ни на один день. Даже куда-то просто за город. Никуда. Вот сидим постоянно здесь. Естественно, смотря то, что происходит в моем городе, что происходит в других городах. Как вы думаете, для меня вообще последнее дело эти волосы. Меня вообще это интересовало в последнюю очередь. Я даже не рассматривала их, пока не начал кто-то об этом писать. Вы знаете, я не делаю макияж. Я не наряжаюсь. Для меня вещи, это вообще я за эту войну, я даже не знаю, что я купила из одежды. Меня не интересуют вещи, что-то, ну, может быть, такое самое необходимое. Были какие-то подарки зрителей одежда. А так я вообще не думаю о том, чтобы покупать, допустим, косметику, одежду, красить волосы. Для меня это вообще не имеет никакого значения. Знаете, я вчера наткнулась на видео одной женщины случайно в инстаграме. В общем, она плакала. Она вот, я вижу, человек плачет, и я включаю это видео, думаю, посмотрю, что же... Ну, знаете, в инстаграме что же такие есть видео. Я не помню, как они называются. Орился. В общем, я смотрю, она плачет, и я автоматически включаю видео, думаю, посмотрю. Боже, наверное, какое-то горе, может быть, что-то, это, наверное, человек как раз из затопленных территорий. Либо потерял близкого человека. В общем, я включаю это видео, может быть, кто видел. Она плачет, 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 заливается слезами. И я уже просто смотрю, у меня у самой начинают накатываться слезы. А потом она берет, переключает свою камеру с себя, ну, на то, от чего же она плачет. А у нее то ли крыло машины разбито, то ли краска слезла. И должны были закрасить, и я так понимаю, закрасили. Женщина сейчас пребывает в Украине. У меня просто до сих пор... Я никого судить не буду, я не отношусь к тем людям, которые будут кого-то осуждать. Я вообще не люблю осуждение, потому что не суди, не судим будешь, это простая истина. Но просто меня это очень удивила ситуация, я просто с вами поделилась сейчас. Вообще на такие мелочи в нашей стране уже никто не реагирует. Не на седые волосы, даже когда действительно они появляются. А есть поводы, от чего они могут появиться. Не на разбитое... Боже, разбитое крыло машины, царапка на машине. Да люди, у людей вообще... Машины затопило в Херсонской области. Вот там, которые города, ну, населенные пункты накрылись водой, затопило полностью машины. Люди потеряли дома, люди потеряли близких, своих родных на этой войне. А у кого-то еще, ну, честно говоря, я не понимаю, как можно плакать из-за царапины на машине. Я, честно говоря, думала, в нашей стране таких людей вообще больше нет. Для кого это может быть причина для слез? Ну, потому что... Потому что произошла переоценка ценностей. И все, что казалось важным раньше, сейчас вообще не имеет никакого значения. Материальные вещи вообще отошли на второй план, на третий, на десятый и так далее. Вот так вот. Пишите, кстати, в комментариях, что по этому поводу думаете вы. Потому что сейчас, я думаю, очень у многих произошла переоценка ценностей. И не только в нашей стране, а и в других странах, которые смотрят за всем происходящим.